Глубоко уважаемые коллеги, глобальный кумулятивный риск заболеть раком от рождения до 74 лет у мужчин составляет 22%, у женщин 18%, риск умереть от рака 12,7%, у мужчин и 8,8% у женщин. Это данные 2018 года. В Японии умирает от рака один из 4 больных мужчин и одна из 6 больных женщин. По японским прогнозам, 50% сейчас живущих женщин доживут до 50 лет. Заболеваемость и смертность от рака вырастут значительно. Так, я все должен нажимать на эту кнопку, да? Там третий появился. Сотни лет люди знали, что есть смертельные онкологические болезни, не понимая их сути. Да, хорошо. Тысячелетний опыт знахарства оказался полностью несостоятельным. Настоями, травами, простыми молекулами, заклинаниями вылечить рак невозможно. Следующий, пожалуйста. Полостная хирургия при раке внутренних органов стала выполнимой после развития анестезиологии и антисептики в середине 19 века. Хирургия остается основным методом лечения опухоли в наши дни при локальных стадиях многих форм рака. Калечащий характер операции будет снижаться по мере развития ранней диагностики и таргетной терапии. Следующий, при посмертном исследовании погибших от отравления ипритом, примененного Германией во время Первой мировой войны, обнаружена аплазия костного мозга, лимфоидной ткани, поражение бронхиального и мышечного эпителия. Возникла идея создания аналога иприта. Атом серы заменен на атом азота и добавлена метильная группа. Препарат получил название мустаргена в России. Необычайно удивительным оказался до того времени противоопухольный эффект при лимфомах. Я, кстати, вот встретился, и он мне рассказал, Филипс, рассказывал мне в 1964 году в Соединенных Штатах Америки, почему они пришли к лекарственной терапии опухолей. К моменту открытия первого химиотерапевтического отделения в нашем институте, в теперешнем онкологическом центре, в 1961 году активных препаратов против рака можно было разместить в ладошки. Эффекты регистрировались при лимфомах с именомиями ломной болезни. Серьезный вклад в развитие этого направления внес один из моих учителей, академик Лорионов Леонид Ведович, предложивший соединять различные аминокислоты, гетероциклы с токсической химиохлоросиламинной группой для доставки последней в опухоль. В течение 20 лет после публикации эффектов мустаргена изучено несколько тысяч алкилирующих веществ. В настоящее время интерес к этим соединениям упал из-за низкой специфичности, высокой токсичности узкого терапевтического индекса. Дальше. Антиметаболиты. Сидней Фарби, я тоже с ним встречался в Америке, в 1948 году, заметил, что метаболиты, примененные для стимуляции гемоглобина у больных детей с острым ликозом, стимулируют и ликозный процесс. Возникла идея создания апробации в онкологической практике антиметаболитов. Первый антиметаболит, аминоптерин, привел к ремиссии больных детей острым лимфообразным ликозом. Подобного эффекта ранее никто не наблюдал. Они вообще были счастливы и думали, что они решили проблему лечения лимфообразным ликозом. Затем были синтезированы менее токсичные фалаты. Меттриксат и пеметриксет. Ингибиторы перимединов, торроцилф, тарафур, С1, капицитабин, проявившие активность при железистом раке разных органов. Ингибиторы пуриинов, 6 меркаптопурин. Аналоги дезоксинцитидина, цитозар, гемцитабин. Наибольший спектр действия гемцитабинов, торроцилла, капицитабина. Противоопухолевые антибиотики. 7 антибиотиков сейчас до сих пор живы в онкологическом портфеле. Первый выделенный с культурой актиномицинов. Дактиномицин эффективен при опухолях Филмса, саркомах Юинга, хореокарциномии, герменогенных опухолях, херабдомиосаркомах. Наиболее употребляемый доксорубицин. Спектр его действия широк. 12 разновидностей опухолей. Дауномицин, саркома Капоши, блеомицин и некоторые другие опухоли. Митомицин, старый японский антибиотик. Он до сих пор работает при некоторых эпителиальных опухолях. Следующий, пожалуйста. Препарат растительного происхождения. Антитрубочковые топоизобиразные ингибиторы. Винбластин, винрельбин, новый препарат. Винкресин. Работают при саркомах Капоши, лимфомах, нейробластомах, опухолях мозга. Дальше. Токсаны, иринотыканы, топотыканы. Антитрубочковые топоизобиразные ингибиторы. Применяются при довольно широком спектре опухолей. Я тут их показал. Есть абраксан, также из этой группы тоже препарат. Дальше. Классические нетаргетные противоопухолевые препараты приводят при метастатических, наиболее распространенных формах рака к эффекту в течение полутора-двух лет. Исключение составляют тестикулярные опухоли, трофобластическая болезнь, некоторые гематологические образования и опухоли детского возраста. Дальше. Эндокринная терапия действует на некоторые опухоли, потому что клетки, с которых они образовались, сохраняют гормональную чувствительность. А гормонально чувствительную раком относят рак молочной железы, рак предстательной железы, рак тела матки, некоторые нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Дальше. Эндокринная терапия рака молочной железы по существу первый пример таргетной терапии при иллюминальном апотипе. Мишени рецепторы эстрогенового прогестерона. Применяются также ароматазные ингибиторы, аналоги LH, RH, продуцирующих реверсируемое подавление функций яичников, уминструирующих больных, эффекту 70%, 80% больных при положительных рецепторах эстрогенных и прогестероновых. Дальше. Последние 30 лет представления о происхождении рака изменились драматически в связи с революционным развитием молекулярной биологии. Дальше. Человеческий организм построен из 10 в 14 степени клеток. Клеточный геном состоит из 35-40 тысяч генов, экспрессирующих тысячи белков, регулирующих гомеоцитаз, деление клеток, исправление их дефектов, апоптос. Клеточный геном – это совершеннейший компьютер. Наши самые лучшие компьютеры в сравнении с ним – деревянные счеты. Вот посмотрите картинку. Так представляет себя раковый геном некоторые теоретики. Океан, подводный вулкан, огромное жерло и мирианы мутированных генов. Дальше. Клеточный геном беспрерывно повреждается факторами внешней и внутренней среды. Мутации описаны сотни тысяч. Только 2% имеют отношение к онкологии. Эти мутации называются драйверовскими. Дальше. А вот здесь на рисунке представлены так называемые пассажирские мутации, не имеющие отношения, прямого отношения. Но вы видите, какое их количество. Как они повреждают клетки вообще. Дальше. Рак – болезнь клеточного генома, возникший как клон клеток, которых нерегулируемо растет из-за мутации ДНК. Канцерогенез – это мультишаговый многолетний процесс трансформации. Дальше. Часто встречающие онкогены – это RAS и три версии этого онкогена – K-RAS, N-RAS и H-RAS, вырабатывающие белки, вовлеченные в межклеточное взаимодействие, рост и воспроизводство аналогично поврежденных клеток. Среди прочих, так же часто встречающих мутированных онкогенов, доминирует HER2, PIK3K, MIG, RAF и GFR. Дальше. Часто встречающие мутации супрессорных генов, PIK3 – блок этого гена в результате мутационного повреждения приводит к непрерывному делению опухолевых клеток и их уклонению от апоптоза. ПТЕН – ген повреждения, который ведет к нарушению многих клеточных функций, включая ангиогенез. RBP16 контролирует клеточный цикл. NF1 – белок, инактивирующий K-RAS белки. Дальше. Мутация развивается и в генах, исправляющих дефекты ДНК – BRCA1 и BRCA2, ATM и ATR. Злокачественные опухоли обладают следующими свойствами. Очень коротко. Не контролируется гиперпролиферация. Уклоняется от действия супрессоров. Расрушена регуляция апоптоза. Сохраняется длина теломер. Извращен ангиогенез. Нарушено сцепление клеток и отсюда метастазирование. Усиление гликолиза в митохондриях. Мутирование генов репараций. Уклонение от иммунной деструкции. Дальше. Все указанные ключевые процессы – мишени молекулярно-обоснованной терапии. В США в 2018 году в арсенале таргетных препаратов, разрешенных к использованию экологической практики, 90 таргетных препаратов. И 87 продолжают изучаться. Как вы знаете, у нас гораздо меньше. Таргетная терапия и выживаемость больных гематологическими опухолями. В США 5-летняя выживаемость при хроническом лимфолейкозе у 75% женщин и 70% мужчин. При остром лимфобластном лейкозе 5-летняя выживаемость у детей 90% и 15% у взрослых. При остром миелоидном лейкозе 7 таргетных препаратов. Пятилетняя выживаемость у детей 65% у взрослых 15%. Мелонная болезнь – 3 таргетных препарата. 50% выживает 5 лет и дальше. Таргетная терапия при меланоме также успешна. Раки толстой кишки, раки почки. Препаратов больше, чем при других опухолях. Таргетная терапия опухоли легкого трудна. Из-за разнообразия генных повреждений аденокарцином 18 генов повреждено. 18 видов мутаций. И поэтому, понимаете, найти человека, у которого будет повреждена только мутация, только одна мутация – это одно дело, а когда 18 – это другое. А это, собственно, объяснение, почему так трудно лечение рака легкого. Дальше. Современная иммунотерапия рака получила свое развитие в конце прошлого века. Открыты механизмы уклонения опухолевых клеток от Т-клеточного иммунитета. Охарактеризованы функции генов PD1, PDL1 и CTLA4, защищающие чужеродные опухолевые клетки от нападения в блюстителей порядка Т-клеток. Дальше. Вот здесь показано, при каких формах опухолей уже, так сказать, работает иммунотерапия, там, процентов 30-25%, но это надежная. Во всяком случае, нет, безусловно, эта иммунотерапия, она эффективна у порядка 25-30% больных, но этот эффект очень выраженный. Но надо его словить. Не каждый отвечает. Дорачиваем деньги громадные, а эффект только у 25%. Да, у них, вот этих 25%, это очень большой эффект. Дальше. Вот здесь тоже я рисунок любопытный перевел. Видите, нормальная опухолевая клетка вот с колючками пожирает опухолевая, это не опухолевая, это лимфатическая клетка. Лимфоцит пожирает опухолевую клетку. Вот это такая судьба ждет опухолевых клеток. Да, пожалуйста, еще последний слайд, предпоследний. На этом слайде продемонстрировано американцами глобальные данные в 2018 году. Что нас ожидает в 2035 году? Молодежь, приготовьтесь. 24 миллиона человек ежегодно в мире будут диагностированы с опухолевыми болезнями. В 2015 году было 15,2 миллиона, то есть это фактически на 10 миллионов. 14 миллионов умрет, а в 2015 году было 8 миллионов. Так что, молодежь, засучайте рукава. Нет важнее проблемы, чем онкологическая проблема. Спасибо за внимание. Продолжение следует...